Я вас приветствую, с вами Анна Зубкова. В этом видеоуроке я хочу вас познакомить с менеджером паролей. Очень удобный, очень функциональный. Для чего нужен? Ну, во-первых, для того, чтобы вы постоянно не заглядывали в свою записную книжку и не проверяли, какая же у вас пароль на этом сайте или на этом сервисе. Потому что мы каждый день где-то регистрируемся, мы каждый день где-то вносим свои данные, и все это удержать в голове, но это просто нереально. Поэтому я уже, наверное, в течение полугода, пользуясь этим менеджером, я очень довольна и решила записать для вас это видео, чтобы вы тоже облегчили свою работу. Вы потом поймете и просто без него не сможете обходиться. Но сразу вас предупреждаю. LastPass, это, конечно, да, он очень надежный защитник ваших паролей. И у него очень надежное хранилище. Но интернет есть интернет, вы сами понимаете. Все свои пароли, где бы вы не регистрировались, вы все время записываете в записную книжку, так же, как я это делаю. Ну, продолжим, не будем останавливаться. В любом поисковике, это, кстати, менеджер установочный, он вообще абсолютно бесплатный. Вы его скачиваете в интернете, набираете в поисковике название этой программы. Выходим на его официальный сайт. Здесь внизу можете ознакомиться, почитать про него более подробно. Но мы сейчас, опять же, на этом не останавливаемся. Идем скачивать эту программу на наш компьютер. Скачиваем. Здесь вот для нас рекомендации такие, что LastPass на самом деле подходит для любого Windows. Будь у вас XP, 7, 8 и для любых браузеров, самых распространенных. Так, скачиваем, продолжаем эту программу. У меня выходит окошко, потому что я пользуюсь Donald Master для закачивания любых программ. Мне очень удобно для любой информации скачивать в интернете с помощью этой программы. Поэтому у меня вот вышло такое окно. У вас уже, может быть, это по-другому выглядит, но не суть. Главное, чтобы вы на свой компьютер закачали установочные файлы этой программы. Начать закачивать. Установочный файл установился. Мы запускаем его. Вам, может быть, придется, я запускаю вот таким образом, прям с панельки. А у вас, вам, может быть, надо будет прийти, пройти в папку с закачиванием, с закачиваемыми файлами, извините, и там найти название LastPass. Следующий момент. Выбираем язык русский. Здесь уже как бы на автомате все заполняется. Очень легко и просто, как при установке любой программы. Следующий. Здесь все галочки. Ну, пускай останутся. Установка для любых браузеров нам нужна, поэтому пускай стоят галочки здесь. Следующий. Так, предупреждаю, что надо закрыть браузер Google. Хорошо, мы его закроем, он сейчас нам не нужен абсолютно. Закрыли программу, и установка LastPass уже пошла непосредственно уже на наш компьютер. Вот, теперь у нас вышло вот такое вот окошечко. Мы подождали полминуточки. Ну, может быть, у кого-то это больше займет время, минута или несколько минут для установки понадобится. Ну, в итоге выходит у вас вот такое окно. У меня, на самом деле, уже есть учетная запись. Я уже регистрировалась в этом хранилище паролей. Поэтому я, по идее, должна была поставить здесь точку. Но так как я хочу показать вам, как же регистрироваться, то точечку я оставляю здесь. Таким образом, у вас должна тоже стоять точка, это галочка, и вы продолжаете установку. Регистрацию, точнее. Следующий момент. Пароль вы постараетесь придумать какой-нибудь сложный, потому что это единственный пароль, который вам придется запомнить и держать в голове. Остальные пароли от сайтов, от форумов, от блогов, где вы там регистрируетесь, вам не обязательно запоминать. Достаточно того, чтобы их просто записали на всякий случай. Ласпад все запомнит за вас. Я вам сейчас покажу, как это все работает. Следующее. Напоминание пароля. Здесь вот у вас, видите, наводите курсорчик, и выходит окошко с подсказкой. Для чего это? Вот еще раз я попробую вам сказать. Введите слово или фразу, которая поможет вам вспомнить ваш пароль. Как бы кодовое слово такое, с помощью которого вы можете вспомнить твой пароль, в случае, если вы вдруг его забыли. Но я надеюсь, что вы его просто где-то запишете и запомните, нужно навсегда. Все. Здесь, я думаю, понятно этот момент. Так. Понимаю, что у моей защиты он будет отправлены. Нет, здесь вы можете галочки не ставить. А, нет, извините, да, галки здесь нужны. Галочки обязательно здесь поставьте. Все, галочки ставим. И у вас здесь кнопочка, она у вас просто активируется и станет, ну, такой более заметной, непрозрачной. Вы нажимаете следующий, и у вас выходит уже окошко, ну, с тем, что он вас поздравляет, что вы зарегистрировались. Я возвращаюсь назад, потому что у меня уже есть регистрация в этом менеджере, и я второй раз уже не хочу регистрироваться. Но возвращаюсь назад и продолжаю тот же путь, только уже в своем случае я ставлю... У меня есть учетная запись. Сюда я ввожу свою учетную запись. Учетную запись я ввела и продолжаем. Выходит вот такое вот окошко. Нет, не нужно мне импортировать никакие пароли, я потому что не хочу это. Мы продолжаем в следующем. Все, готовилось, класс установлен. Точно таким же образом вы можете просто прийти и установить, или вы, допустим, поменяли компьютер, переустановили Windows, и вам вновь нужно установить класс-плат. Таким же образом вы его установите. И уже, так как вы уже там зарегистрированы, второй раз вам регистрироваться уже не придется, вы сделаете все таким же образом, как сейчас делаю я. Оставлять меня подключенным к класс-плат. Здесь уже на ваше усмотрение, если вы компьютером пользуетесь сам, один, то можно оставлять, это очень удобно. Не нужно постоянно вводить пароль. Или можете автоматически завершать сеанс и при включении компьютера вводить данные при входе в класс-плат. И я оставлю меня включенным. Все, ласкас установлен. Видите, у вас в браузере должно появиться вот такой вот квадратик со снежинкой. Сейчас он у меня черненький, как вы видите. И когда я уже введу свою учетную запись, это электронная почта и пароль, соответственно, то я войду в ласкас. Здесь вы опять же посмотрите, нужно ли вам запоминать email, ставить галочку, не ставить, как вам удобно запомнить пароль, не запоминать. Ну, я оставлю сейчас как есть и нажимаю на клавишу войти. А теперь вы посмотрите, как выглядит уже ласкас внутри своего хранилища. Войти в хранилище. Так, вот он мне опять задает, чтобы я ввела повторно. Все очень серьезно, по-взрослому. Потому что здесь самое важное хранится ваша информация. Все ваши пароли. Так, хранилище. Нам нужно мое хранилище. Вот так выглядит мое хранилище. Вы видите, у меня здесь уже много папок, у вас здесь будет пусто, они у вас будут появляться постепенно, вы будете их создавать. Вот, допустим, папка электронная почта. Нажимаете на флажочек, видите сколько? У меня тут моя электронная почта хранится, там сына моего. Ну, это не важно. Точно таким же образом у вас будут храняться ваши сохраненные пароли от аккаунтов и от социальных сетей. Вот здесь у меня все социальные сети, которыми я пользуюсь. Вот Facebook, Одноклассники, Twitter, ВКонтакте, ну и так далее. Вот таким образом. А теперь я хочу вам показать. Допустим, мне нужно войти в социальную сеть Facebook. Ну, представляете, вот в каждую социальную сеть входить каждый день и нужно вносить постоянно пароли. Это хорошо, если браузер их запоминает. Но вы же можете чистить свои куки и браузер постоянно освобождается от этих паролей, которые он запомнил. И в этом случае LASPAS вообще отличный друг. Вот просто проходите, нажимаете на эту социальную сеть, в которую вы хотите войти, и нажимаете. Вы видите, вот здесь вот появились эти снежинки, значки LASPASа. И уже автоматически вставляется и электронная почта, и мой пароль. И войти, соответственно, нажимаем. Вот и, пожалуйста, очень все просто, и я уже вошла, я уже в свои социальные сети. Все просто, здорово, таким же образом можно войти на электронную почту, на свою, допустим, да. Ну, я думаю, процесс вы сам поняли, процесс работы. Вот я точно так же могу нажать на почту электронную и пройти на нее сразу автоматически. На почту, там, YouTube, куда угодно и куда вам надо. Так, ладно, еще один пример хочу показать вам. Здесь вот, видите, где карандашик, вы смотрите учетную запись, ту запись, которую вы создавали. Допустим, здесь вот ваш логин. Это на тот момент, если вам вдруг нужно куда-то его написать, и вы забыли, как вы его написали. Здесь пароль. Пароль, видите, он всегда скрыт. Если вы захотите его посмотреть, пожалуйста, набивайте показать, и пароль вам откроется, и вы точно так же введете его куда-то, если вам нужно или кому-то отправить какие-то данные, или куда-то донести в записной книжке. Дальше момент. Вы видите, здесь группа. Имя это вы напишите для того, чтобы, ну, легче распознавать, от чего это пароль. Ну, я написала, что это мой электронный старый электронный ящик, у меня раньше фамилия другая была. Вот. Здесь подразделяется на группы. Вы потом, впоследствии, я сейчас вам покажу, как это делать. Тогда вы будете регистрироваться на каком-то сайте. Автоматически Ласпас будет у вас вот здесь в панельке, наверху, вот здесь в панельке, в голубой. Ласпас будет у вас запрашивать, сохранять ли этот пароль, сохранять ли эту учетную запись или нет. Вы, конечно, будете нажимать «Да» — «Сохранить», и у вас будет выходить вот такое окошко, уже с сохраненным логином, паролем. Здесь вы название напишите сами для себя, чтобы вам легче было распознавать. И определитесь, в какую группу вы хотите внести. Эти данные. Вот, допустим, это электронная почта, и она у меня в группе «Электронная почта». Я придумала группу «Электронная почта» для себя и внесла туда все электронные свои почты. Очень удобно. Социальная сеть, значит, у вас социальная сеть. Пожалуйста, вот, можете выбрать социальную сеть и регистрируйтесь. Если это какие-то сервисы, хостинги, ну, я не знаю, форумы и так далее, партнерки, вот видите, у меня отдельная тоже папочка. Соответственно, я для них делала отдельную папку. Так, ну, здесь, в принципе, все. Можете здесь ставить галочку «Автовход», можете не вставлять эту галочку «Автовход». И тогда вам придется отсюда копировать данные и вносить на сайт. Точно так же показать пароль открываете, копируете пароль и вносите на сайт. Это немножко другой способ. Ну, я так-то не делаю. Я люблю, чтобы это все было быстро, четко. Вот, допустим, ВКонтакт в социальной сети. Смотрите, как я шутка сейчас туда войду. Не нужно ничего вносить. Вот я уже в своей социальной сети. Так, хорошо. Все. Здесь мы не отвлекаемся. Давайте посмотрим. Для примера я хочу вам все-таки показать. Давайте где-нибудь зарегистрируемся. Мы сейчас с вами наберем название этого сайта «Маркзилл». Я уже планировала там зарегистрироваться, как раз-таки мы вместе с вами это и сделаем. Так, найти. Выдала нам несколько вариантов. Ну, пройдем, как обычно, по самой первой. Да, это он. Регистрация. Так, вносим электронную почту. Хорошо. Мы внесли свои данные. Здесь все просто, как обычно. Электронная почта, пароль и ваши имиды здесь требуются. Зарегистрироваться. Вот видите, в панельке выходит вот такая еще одна панель. Сохранит ли этот сайт? Это LastPass ваш спрашивает. Вот видите, позволит ли LastPass запомнить этот пароль? Конечно же, да. Сохранить нам этот сайт. Сохраняем. И вот, что я и вам хотела показать. Выходит вот такое вот окошко. Уже URL-адрес прописан полностью. Имя, WargZilla. Здесь вы можете поменять. Можете, я не знаю, своими словами написать, как вам удобно. Я сделаю большую букву, чтобы это в глаза бросалось. Ваша электронная почта, это логин. И ваш пароль, который сейчас на данный момент скрыт. Группа. Вы можете точно так же выбрать для него любую группу. Можете выбрать из имеющихся уже групп, можете создать новую. Так, хорошо. Дальше. Можете поставить галочку «АвтоГход». Ну и так далее. Можно «Вызбранное» отправить, если вы часто пользуетесь этим сервисом или сайтом. Можно поставить галочку «Никогда не выполнять автодополнение». Все хорошо. Мы здесь сохраняем. И, пожалуйста, вот видите, «Ласпас» сохранил. Загрузка сайтов происходит. «Ласпас» сейчас сохраняет для вас этот сайт. Так, он опять нас выкинул. Нужно еще раз внести свой пароль. И сейчас мы посмотрим. Идем в свое хранилище опять же. «Без названия», да, скорее всего. Вот. Пароль автоматически сохранится в папочку «Без названия». Здесь сохраняются все пароли. А вы уже сами распределяете, в какую группу их относится. Вот, пожалуйста, ваша варкзила. Очень удобно. Здесь вы можете редактировать что-то, название менять, группу придумать для нее какую-то. Можете удалить совсем, если вы не хотите, или вы уже не хотите быть зарегистрированы на этом сайте. Ну и так далее. Ну все. Надеюсь, что здесь все понятно. Я старалась вам более подробно донести. Если же что-то упустило, может быть. Если у вас появятся вопросы во время установки этой использования этой программы, этого менеджера, то можете написать мне под видео. Я обязательно вам отвечу и свяжусь с вами. Все. Всего доброго. С вами была Анна Зубкова. С вами был Игорь Негода.